Библейский портал экзегет.ру представляет 20-й псалом для библейского портала экзегет, считаю, в переводе российского библейского общества. И он продолжает развивать ту же тему, которая была в 19-м, это царские псалмы. В этих царских псалмах, он так и называется, начальник ухора Псалом Давида, они все подряд носят именно такие написания. И в этих царских псалмах мы встречаемся с фигурой царя, как идеального представителя своего народа перед Богом, а иногда, может быть, идеального посредника между Богом и своим народом. Но не просто такая функция, это прежде всего личность. То есть царь Давидли, а может быть, кто-то из его потомков, потому что псалом Давида может относиться к Давидовой династии, к Давидовому образу правления, к Давидовой монархии, к Давидовому псалмопению, в конце концов. Это поэзия, которая связана с Давидом, но не обязательно им лично написана. Был бы, мне кажется, довольно нескромно Давиду писать такие вещи о себе, как в 20-м псалме. Он много молился, и мы читаем эти молитвы, но там благодарность или покаяние, или просьба о помощи, или что-то еще, но только не самовосхваление. А в 20-м это, конечно, восхваление царя. Давайте прочитаем и задумаемся о том, почему это так, и почему вдруг книги, которые посвящены молитвам, хвалят царя. Ну, это же политическая вещь, да, она не связана с нашей верой, или связана, но тогда как? Это что, этого начальника надо похвалить, какой он хороший, или что-то другое? О, Господь, радуется царь силе твоей, ликует о спасении, посланном тобой. Ты исполнил все, чего он желал, не отверг ты просьбы его. Музыка. Благословениями встретил его, венчал золотым венцом. Он просил у тебя жизни, ты дал ему долголетие навеки. Ты спас его и навек прославил, не спасал ему величий и блеск. Ты навеки его благословил, радостью наполнил его, ибо ты с ним. На Господа уповает царь, и по милости вышнего не дрогнет. Твоя рука настигнет врагов, всех твоих недругов настигнет. Взглянешь на них, в печи горящий сожжешь. Гнев Господень поглотит их, пожрать их будет огонь. Ты уничтожишь их плотно земле, их потомков не будет среди живых. Против тебя они задумали зло, строили козни, да ничего не выйдет. Ты в бегство их обратишь. Твой лук им нацелен в лицо. Поднимись, О Господь, в силе свои, и мы будем воспевать твою мощь. Смотрите, начинается с того, что у царя все хорошо, царь всех победил. Но одновременно говорится, что вообще, Господи, это все сделал ты. Ты ему даровал долголетие, ты ему даровал спасение, которое здесь понимается, конечно, не как некая благая участь вечности, но скорее как спасение от врагов, как победа на войне. Это твоя рука настигает врагов. Это ты их сожжешь в печи, Господи, ты уничтожишь их плотно земле. Да, здесь есть такая мстительность, она в псалтире встречается. Но что скрывать? Мы с вами часто думаем о том, что вот наши враги, те, кто против нас, хорошо бы их Бог наказал. Вот псалмопевец не стесняется этого своего чувства. Единственное, что он избегает говорить, это я пойду и всех их убью. Он говорит, Господи, убей их. А Господь же будет решать, убить их или нет. Ты в бегство их обратишь, говорит псалмопевец здесь Господу. Твой лук им нацелен в лицо. То есть, смотрите, с одной стороны, это о том, как у царя все хорошо, а с другой стороны, царь-то оказывается здесь, в общем, почти ни при чем. Псалом не о царе, хотя псалом царский. То есть, он говорит о царе, правящем в Иерусалиме, о наследнике и потомке Давида. Он говорит о Боге и о том, что царь всего лишь орудие в его руках. То, о чем очень часто говорит всякая придворная пропаганда, но она в основном имеет в виду, слушайте нашего царя, иначе вы против Бога пойдете тем самым. То есть, кто противится царю, тот против Бога. А здесь говорится почти то же самое, но совсем по-другому. Что победил царь, то кто победил Господь. Что царь рассеял врагов, то сделал Господь. А заслуги царя здесь особо и нет. А тот царь всего лишь тот, кто принимает эти дары от Бога. Вот это очень важный момент, потому что бывают разные политические системы. Бывают монархии, республики, разные еще такие сложные политические системы. И всякий раз те, кто стоят наверху, общество, государство, народа, они приписывают победы себе. И народ охотно приписывает победы им. Как мы хорошо живем при таком-то, как мы всех победили при таком-то и так далее. Но Псалтирь – книга, которая говорит, да нет, это все Господь. А то, что был кто-то... Вот смотрите, а какой царь? Простите, а его тут нету. Он по имени не назван. Это может быть даже Давид. И тогда это Псалом Давида, в смысле, что это Псалом, посвященный Давиду. А может быть, кто-то из других царей. А может быть, это образ царя вообще. Но в любом случае, то, что с ним происходит, это делает Господь. Вот Господь – единственный субъект этой самой истории. Он единственный глава своего народа, своего государства. Он единственный политик, если говорить вот о политической стороне процесса. Так это практически нигде и никогда не понимается. Но Псалтирь нам дает этот образ. И очень важно, что он здесь появляется только в 20-м Псалме. Много Псалмов перед этим было посвящено вот такому образу Давида. Давида как идеального, как лучшего царя, как основателя династии. Но и любого, на самом деле, царя. Вот образу царя как человека, который страдает, который просит о помощи, который благодарит Бога за эту помощь. И только после, 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 после всего этого появляется Псалом, который говорит о царе как о властителе, победителе, как о каком-то политически значимом человеке. Но сначала он просто человек, и это очень важно. Более того, у нас 19-й Псалом – это просьба о победе, одновременно уверенность в этой победе. 20-й Псалом – это благодарность за эту победу. 21-й, наверное, будет про то, какая будет следующая победа. А вот нет. 21-й вдруг обрывает эти словословия, что тоже очень важно, что даже самый прекрасный, замечательный, победительный царь, он может оказаться в ситуации, когда он не ощущает рядом с собой Бога, и тогда это величайшее поражение. Но об этом 21-й Псалом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...